Я прошу. Да. Ну просто обратите. Хочу вам объяснить, что происходит. Украина никогда долгов не отдаст. Там был переворот. Мы не должны признавать эту власть. И помогать только русским. И призвать их к сопротивлению. И сказать тем русским, которые под киевскими знаменами, что как власовцы они все будут наказаны. Я вас уверяю, и Америка, и Европа нас поймет. Везде они любят предателей, приспособленцев. Тех, кто меняет, так сказать, свои мировоззрения за какие-то печенюшки. Турция боится нас. Надо это использовать. У Турции тысячу боевых самолетов. У нас в несколько раз больше. Но мы должны уничтожить все турецкие военные самолеты. Ночью. Одновременным ударом. И Эрдогану сказать, еще один самолет собьете, будет уничтожен весь военно-морской флот. Если еще один самолет собьют, вся 400 тысяч турецкая армия, она в казармах сидит, все казармы уже, как говорится, на карандаш взяты, будут уничтожены. Пускай она останется в трусах в одних. Этот турецкий президент. Без флота, без армии и без солдат. Это вот за каждый сбитый самолет. Самолет. И НАТО промолчит. Сытая Европа. Любит кофе. Так сказать. Любит бекончик. Так сказать. И свиные ножки. Кошон. Так сказать. Покушать. И никакой войны не захочет. Никто ливать не хочет. Немцы не хотят. Никто. Немецкая армия в полном разложении. Нету современной техники. И все солдаты. Близко. Ничего им не надо. Поэтому открывается возможность России стать доминирующей державой. И с американцами договориться надо. Где они хотят свое присутствие, мы скажем, мы туда не пойдем. Но предложим, чтобы они не были там, где нам надо. Нам нужно мало восстановить границы Советского Союза. Все. Восстановить. В соответствии с законом. Мы. Никто не имеет права признавать Беловежский сговор. Это три негодяя собрались. Темной ночью. Около польской границы. Поэтому вот и все. Размер произвести. А во внутренней политике, естественно, нужно прекратить любое давление на предпринимателей. Вот нам сказали, что 200 тысяч разорили. 200 тысяч человек разорили. Это какой продукт бы они произвели. Поэтому заявительный порядок. И мэр, и губернатор отвечают. Чтобы было 60% лиц, занятых в малом бизнесе. 60, а не 20, как у нас. И все силы бросить на борьбу с мошенниками, с убийцами. Чтобы никакой паленой водки не было. Люди погибают каждый день. То виски у них, то коньяк. Все дорогие марки уже. И по всей стране. Как это можно делать? Все же заводы эти известные. Поэтому там можно с этим покончить. И поэтому нужно все экзамены в вузы отменить. Чтобы отсев шел после зимней сессии. Весенней сессии. Естественным образом. Зачем эта лотерея? Зачем нервотрепка? Пусть отдыхают летом после школы. И в сентябре пошли заниматься. За 4 месяца, осенью. Вот сейчас. Первый семестр. Вот сейчас в декабре, в январе ставьте двойки. Дуракам. И выгоняйте из вуза. Надо ли помогать курдам? Спрашивают. Курды разные. Если будем помогать курдам, то рассоримся с Турцией, с Ираном, с Сирией и с Ираком. Курды у этих четырех стран, это как албанцы для сербов. Вот заставили сербов смириться. И все привилегии дали албанцам. И сербы ненавидят албанцев. Не только сербы, это и македонцы, и хорваты, и все остальные. Курдов жалко. Надо договориться вместе с Америкой и с НАТО, дать им территорию между Турцией, Ираном, Ираком и Сирией и создать независимое государство. Сейчас, когда они разбросаны по четырем странам, это создает нервозность. Вот русские на Украине. С русскими бьются. Ну что, для чего довели? И курды бьются с курдами. Вместо того, чтобы биться с арабами, с перцами и с турками. Поэтому нужен только международный договор. И в 19-м году, это 97 лет назад, Европа обещала курдам. У вас будет независимое государство. Сто лет уже ждут. Что Европа обманывает. Ей выгодны отношения с Ираком, с Турцией и с Ираном. То есть с большими государствами. А курды, их 40 миллионов. Но в каждой из этих стран они меньшинство. Поэтому, естественно, Европа идет на поводу, как поддержать большинство. У нас наоборот. Русских большинство, они поддерживают национальные меньшинства. Чтобы разручить Россию. Чтобы хорошо жилось над сменом, а русским все хуже и хуже. Все это должны видеть. Поэтому мы должны договориться. И мы должны использовать силу во всех случаях переговоров. Только когда будем трясти ядерной дубиной, они пойдут на все уступки. Во всем согласятся. Им нужны их доллары, нам хватит наши рубли. У них есть своя нефть, нам своих хватит. Ресурсов нам хватит своих, а Америки своих. А Европа все из Африки возьмет. То есть мы, нам не надо спорить из-за ресурсов. Надо договориться по спорным точкам. Нам границу СССР, им все остальное. Все остальное им даем. Африку, Европе, Латинскую Америку, США и Японию и всю Азию. Все. Спокойно живем. Все сытые и довольные должны быть. Последний вопрос. Можно ли студенту устроиться в ЛДПР? Все, кто хотят у нас стажироваться, учиться в нашем ВУЗе, Институт мировых цивилизаций, учиться бесплатно, общежитие бесплатное, работать, все приходите в 1-й басманный дом 3. Курдюмов Александр Борисович или Почернин Алексей Юрьевич. Всем дадим работу. В январе пойдут наши лагерпоезда по всей стране. Страну увидите. Опыт приобретете. Таланты ваши раскроются. Всем во всем поможем. Всем студентам, всей молодежи. Адрес простой. 0-9 набирайте в Москве, вам дадут телефон штаба ЛДПР Москва, Луков переулок, Дон 9, метро Чистые пруды. Или на сайт ЛДПР. На сайт ЛДПР выходите, там все расписано, все известно. Поэтому мы всем протягиваем руку помощи. Не верьте левым. Левый КПРС, справедливая Россия, это мрак. Вон Венесуэла. Под левыми была 15 лет и отказалась от них. Левые обещают, но выполнить не смогут ничего. Мы построили коммунизм? Нет. Какая справедливость может быть, когда получают миллион в день и 150 рублей? Не верьте левым. Только ЛДПР.